Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками, с их работами автобиографии. Виктор Браунер, румынский-французский живописец, график, мистик и эзотерик. Заметный участник группы сериалей из творчества Браунера. Это сплав европейского авангарда с эзотическими архетипами коренных народов Северной и Южной Америки. Я цитирую Википедию. Родился в Бухаресте в 1903 году в еврейской семье мелких торговцев и банкерских служащих. В ранние годы вращался в среде румынской декаденствующей интеллигенции. Присутствовал на сеансах спиритизма, читал много экзотерической литературы. Поступил в Бухарестскую школу изящных искусств, где писал в основном пейзажи у Манеры Сезана. С 20 лет активный участник румынского авангарда. В 1920 году регулярно публикуется в дадистских изданиях, а также на постоянной основе работает в журнале Уни. Этот журнал придерживался дадаистского и сюрреалистического направления. В 1924 году основал свой собственный журнал 75HP, публиковал синтетический манифест пиктопоэзии, то есть соединения стихов и графики. Приехал в Париж в 1925 году, через год вернулся в Бухарест, затем вновь вернулся в Париж и на этот раз остался там навсегда. В Париже Браунер получил возможность сообщаться с художниками, близкими к бывшей группе Дада и молодыми сюрреалистами. Попав под влияние теоретических работ и живописи Джорджа де Кирка, Браунер, вближается со многими сюрреалистами. Но долгое время в группу Бретона, отца сюрреалистов, как его называли, не вступает. Только через 7 лет в 1932 году становится формальным членом Парижской группы сюрреалистов. Организовывает свою первую персональную выставку в галерее Пьер в 1934 году, которая открывает сам вождь, бессменный глава сюрреалистов Андрея Бретона. После этой выставки Браунер активно участвует во всех коллективных акциях и групповых выставках сюрреалистов. В 1935 году тайно становится членом Коммунистической партии Румынии во времена фашистского режима. Но уже через полтора года возмущенной серии сталинских политических процессов, 1937 года пишет заявление об отказе от парабилета и выходит из партии. Тема потустороннего, необъяснимого, автоматического и предопределенного человеческой жизни – это одна из центральных тем философии и искусства сюрреализма. Одна из живописных работ Браунера стала впоследствии одной из самых знаменитых картин сюрреалистов. Речь идет о автопортрете с вырванным глазом. Очень мрачная картина. Спустя 7 лет после того, как он написал эту картину, произошло событие, в результате которого случилось то, что нарисовано на автопортрете. Все происходило в кафе и в результате драки Виктор Браунер лишился глаза в кафе, разнимая двух дерущихся людей. Совершенно случайно в глаз ему попал стакан. Весь последующий из-за потери глаза период творчество Виктора Браунера примерно до 50-го года заполнено мрачными видениями и галлюцинациями. Браунер явно смещается в область мистики и эзотерики. Его картина окончательно превращается в сложный сплав видений, образов, исходящих из подсознания современного европейца, отечественной массой страхов и табу. Он обращается в своем творчестве к первобытным образам, народам Северной и Южной Америки. Создавая свои работы, художник опирался на древние фрески, брельефы майя, ццеков и индейцев. Многие образы художника явно имеют тотемную окраску. Личная трагедия усугубляется войной и оккупацией Франции. Браунер не захотел покинуть страну, прошел фильтрацию, чудом избежал смерти, бежал в восточные Пиренеи, затем в Марсель и далее на восток в Нижние Альпы. Начиная с 40-х годов жил на юге Франции, под особым надзором и без права выезда. Продолжал поддерживать связь с сюрреалистами, находящимися на территории Марселя на подпольном положении. Пишет картины, большое количество времени уделяет созданию сюрреалистических объектов. После освобождения Парижа в 1945 году Браунер немедленно возвращается в столицу, принимает участие в первой послевоенной международной выставке сюрреалистов в 1947 году. Входит личный конфликт с Андреем Бретоном, Браунера исключает из группы сюрреалистов за фракционную деятельность. После 1948 года Браунер еще более отдаляется от ортодоксального сюрреализма. Только в 1959 году его, уже знаменитого и признанного во Франции, художника, торжественно и единогласно восстановили в рядах сюрреалистической партии «Согласие Бретона». Последние пять лет жизни, отчасти под влиянием болезни, искусство Виктора Браунера лишается своего экспрессионистского накала, становится более спокойным. Входит страх, ужас перед непознаваемым и потусторонним миром, и на его место становится органическая пластика и первобытный орнамент. Не закрывайте глаза, я напоминаю вам, что все эти животные находятся глубоко внутри вас. Последние годы жизни Браунер тяжело болел. Умер в один год с Бретоном. В 1966 году после изнурительной тяжелой болезни, легочной эмболии. Эпитафия на могиле Виктора Браунера стала скупая фраза из его блокнота. «Живопись – это жизнь, настоящая жизнь, моя жизнь». Ну вот, так вкратце о румынском-французском живописце, графике, мистики, эзотерике, заметном участнике группы сюрреалистов Викторе Браунере. Все, пока-пока, до свидания, смотрим работы. «Живопись» Субтитры создавал DimaTorzok